Овертон Джозеф Овертон, американский электроинженер и юрист, известен как автор политической теории, названной в его честь, погиб в автокатастрофе. Овертон доказал, что существует технология разрешения общественных устоев, состоящая из пяти шагов. Шаг первый. От немыслимого до радикального. В кем-то человеке, а ком-или группой лиц, для обсуждения предлагается, скажем, в академических кругах совершенно табуированная тема, например, педофилия. Шаг второй. От радикального до приемлемого. Параллельно с обсуждением возникает или дает о себе знать партия педофилов. И вот результат первого движения Овертона. Неприемлемая тема введена в оборот. Табу десакрализована. Произошло разрушение однозначности проблемы, созданной градацией серого. При этом педофилов начинают сравнивать с другими радикалами, например, неонацистами. Педофилы страшны, но уже стали реальностью. Они уже часть общества. Главное на этом этапе эфемизм. Нужно ввести в оборот новый политкорректный термин. Не садомитые педерасты, а геи. Не людоеды, а антропофаги. Не педофилы, а детолюбы. Шаг третий. От приемлемого до разумного. Поднимается тема любви. Вы ведь любите своих детей. Так почему другие не могут любить ваших детей? А если это любовь взаимна, люди должны иметь право на счастье. Разумно ли им бороться за свои права? Конечно, да. В это время американские ученые признают педофилию нормой. Шаг четвертый. От разумного до популярного. Интервью, откровения, ток-шоу на тему педофилии. А знаете ли вы, что такой-то музыкант или писатель был педофилом? Нужно принимать человека таким, каков он есть. Вам же нравится их произведение? Шаг пятый. От популярного до политики. Слушайте, так много известных людей оказались детолюбами. В Норвегии это вообще часть культуры. Зачем лишать людей права быть счастливыми? Давайте легализуем эти отношения, закрепив их законодательно. Жутко? Но вспомните, ведь именно так западный мир шел к легализации однополых браков. От недопустимого до законодательной нормы. И этот путь продолжается хотя бы потому, что в Голландии действительно существует, правда уже на полулегальном положении, партия педофилов. А ученые из США действительно признали педофилию нормой. Впрочем, и это еще не конец. Есть еще и шестой шаг, как это можно видеть в некоторых европейских странах. А это шаг от нормы к диктатуре. Всех несогласных будут сначала штрафовать, потом сажать в тюрьмы, а потом, возможно, и казнить. Это лишь вопрос времени. Самое страшное последствие данной технологии в том, что человек теряет гармонию, получая на ее место бесконечные внутренние споры и терзания. Цель технологии – получить новый, нужный вектор развития. После достижения результата масса людей вынуждены поддерживать иллюзию принятия чужих ценностей. Люди все меньше и меньше остаются людьми, теряя связь со своими корнями культуры. Пример этому мы можем найти в высоком уровне суицида в развитых странах. Люди, имея высокий комфорт, не начинают чувствовать себя более счастливыми, платя за него человечностью. К счастью, Акмун Авертона возможно противостоять. Прежде всего, нужно отказаться от попытки всегда и везде быть нормальным. В этот момент, когда индивидуальное смеется нормальным, мы автоматически передаем собственный контроль в чужие руки. В лучшем случае мы стремимся быть удобными для окружающих, а в худшем попадаем по целенаправленной манипуляции. Именно культура, нравы, обычаи и устои предков помогают обрести свою индивидуальность. Я не призываю слепо следовать давним традициям, а лишь помнить, хранить и уважать их. С эвфемизмами и подменой понятий лучше всего бороться, выделяя истинный смысл информации. Если это картинка с телевизора, то попробуйте повторить то же самое, но называя вещи своими именами. Если это человек, который с вами спорит, то перефразируйте его слова, не прибегая к эвфемизму. Работает очень отрезвляюще даже для самого человека. Например, если вам говорят, что Америка и Европа хочут главенство демократии на Украине, вы можете перефразировать вопрос. Я тебя правильно понял? Ты считаешь, что страны-банкиры нашего мира просто захотели поделиться деньгами во благо украинского народа исключительно ради демократии? Описанное виртуальным окном возможностей легче всего движется в толерантном обществе. В том обществе, у которого нет идеалов. Нет четкого разделения добра и зла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова